В Мариел вновь ужесточаются ограничения из-за коронавируса. Глава Республики Александр Ивстифеев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Связано это с увеличением числа заболевших COVID-19 и пневмониями. Отмечается, что организациям всех форм собственности рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников. Временно приостановлена работа детских игровых комнат. А несовершеннолетним подросткам как минимум до 5 июля запрещено посещать торговые центры без родителей и иных законных представителей. Что предшествовало с обновлением ряда ограничений? Цифры и мнения специалистов в нашем материале. 70 госпитализированных за сутки. Такой коронавирусной статистики в Республике не было с начала года. Если в декабре-январе ежедневно в инфекционные стационары с подозрением на новую опасную инфекцию поступало порядка 40 пациентов, сейчас 50 и больше. И цифра эта продолжает расти. В Морел вновь разворачивают дополнительные койки для ковидных пациентов и тех, у кого диагностирована внебольничная пневмония. За последнюю неделю у нас выросла в два раза заболеваемость внебольничными пневмониями, в том числе пневмониями, которые обусловлены коронавирусным возбудителем. За прошедшие две недели у нас отмечается увеличение удельного веса средне-тяжелых форм течения до 49%. Изменилась у нас структура на заформ ковида. У нас увеличился удельный вес пневмонии с 28,5% в апреле до 41,5% в мае и до 46% в текущем периоде июня. По мнению специалистов, снизить интенсивность эпид-процесса и вновь стабилизировать ситуацию по коронавирусу в Морел можно лишь коллективно. Для этого иммунизацией должно быть охвачено как минимум 60% взрослого населения республики. Причем вакцины российского производства от ковида работают и против новых штаммов, которые уже присутствуют на территории региона и отяжеляют течение болезни в случае заражения. При проведении секвенирования образцов биологического материала в референс-центрах Роспотребнадзора у нас выявлены индийский геновариант в 8 случаях и британский вариант в 6 случаях. Это свидетельствует о том, что у нас на территории республики помимо референс-штамма циркулируют и иные варианты штаммов. К сожалению, мы сейчас пожинаем то, что те, кто переболел в декабре, это 6-8 месяцев назад у нас население, кто переболели, имеет массу тяжелых осложнений, массу последствий от ковида. Единственное, у нас количество погибших уже, к сожалению, на сегодняшний день 267 человек. Из них 87% это люди 60+. Но это вовсе не значит, что коронавирус проходит бесследно у молодых людей. В этом случае он также опасен своими осложнениями. Но еще страшнее то, что жители среднего возраста могут быть бессимптомными носителями ковида, подвергая риску своих пожилых родственников, коллег и знакомых. Вообще всплеск заболеваемости в последние недели напрямую связан с повсеместным нарушением противоковидных мер и низкими темпами иммунизации. С одной стороны, это объяснимо. Теплая погода располагает к массовому отдыху, а маска на лице мешает дышать в жару. Как итог – ужесточение в регионе антиковидных ограничений. И в этом никто, кроме нас самих, не виноват. Оценив сложившуюся пневмогическую ситуацию по коронавирусной инфекции, в Управлении Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения обратились в адрес главы республики Мариэл о необходимости введения отдельных ограничительных мер на территории республики. Главой республики Стефеевым Александром Александровичем подписан указ, к которым вводятся определенные ограничения. С 15 июня и как минимум до 5 июля на территории республики приостановлена работа детских игровых комнат. Несовершеннолетним ребятам временно запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей. А организациям необходимо перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников. В очном режиме будут по большей части работать те, кто вакцинирован от коронавируса и люди без хронических заболеваний. А если эпид-ситуация не изменится, ограничения будут лишь ужесточаться. Хотим ли мы вновь оказаться в той ситуации, что испытали на себе год назад? Сейчас каждый из нас может внести свой вклад в общее дело по борьбе с опасной инфекцией. И на самом деле он минимален. Всего лишь пойти и привиться. Вместо того, чтобы подвергать опасности не только себя, но и других. Ради всеобщего благополучия в Мариэл продлен и режим повышенной готовности. Указом руководителя региона Александра Евстифеева в республике под запретом по-прежнему зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия. Продолжение следует...